Всем привет! Меня зовут Аня и вы находитесь на моем канале, посвященном вязанию. Сегодня у нас вторник, 12 марта, и я начинаю снимать свой недельный влог. Давно не снимала влоги, потому что болели дети. Сейчас начали потихоньку поправляться и решила я возобновить такой формат видео. Хочу показать вам в этом видео свои подарки на 8 марта. Это была, конечно же, пряжа. Из одного вида пряжи я уже начала вязать. Тоже сейчас покажу вам. Так, давайте, наверное, начнем с моих подарков. Это была пряжа. Потихоньку готовлюсь к весне, к лету. И покупаю уже такие летние составы. Как видите, такое у меня настроение серо-голубое. Так, это у меня хлопок стопроцентный. Здесь 200... Нет, 340, по-моему, метров. Буду, наверное, на экране подписывать. Точно как называется пряжа. Вот это вот тут вот видно. Филмар. И метраж, кому интересно. Очень интересная нитка. Не сказала бы я, что в ней 340 или 360 метров. Такая достаточно толстенькая. Приятная пряжа. Светло-серого цвета. Такой пряжи у меня 400 грамм. Вообще, в задумках было связать у меня из нее чайку. Еще хочу докупить какие-нибудь поэтки, наверное, если получится. Если нет, будет просто без поэток. Ну, в общем, посмотрю. Может быть, даже какое-то платье получится. Либо туник удлиненное. Так, следующая пряжа. Такая вот красивая нитка. Не помню, как она называлась. Здесь состав натуральный. Камера, конечно, не передает всей красоты этой нитки. На самом деле, такая очень красивая, блестит. Переливается. Не знаю, захотелось мне что-то блестящего. Вот заказала такую пряжу. Тоже будет что-то летнее. Типа какой-нибудь кофточки с коротким рукавом, маечки. Не знаю. Пока что еще точно не придумала. Вообще, когда заказывала, думала связать Хейворд. У меня уже есть Хейворд. Вязала его. Там такая пряжа у меня. Лен, Меринос. Ну, в общем, летом, когда так немножко прохладненько, я в нем хожу. Нравится мне его, хотела связать еще. Ну, не знаю, может быть, что-то другое придумаю. В общем, такая вот пряжа. Здесь у меня 300 грамм ее. И сейчас покажу вам еще. Такой вот шнурочек у меня. Как называется точно пряжа, не помню. Состав у нее вспушенный Меринос и ПА. То есть это, как я понимаю, вот на нее не видно. Она переливается. Знаете, похоже на белсаиду, пряжу. Вот этот шнурочек, он металлизированный переливается. Вот так вот что. Ну, не знаю, в общем. Приятная пряжа. Здесь в 100 граммах 500 метров. У меня ее было 400 грамм. Вяжу я в две нити. Сейчас покажу вам. Вот мне тут. Ниточку. Хочу показать. Такая пушистенькая. Вот видно. Приятная нитка. И, наверное, сейчас я вот это вот сдвину. Покажу вам, что я из нее начала вязать. Вот так вот. Вяжется у меня из нее. Кто, наверное, смотрит Ольгу Кондратьеву, тот понял, что это у меня вяжется свитер Авантюра. Отделилась. Вышла я уже на круговые ряды здесь. Вчера вот пройму довязала. Начала вязать этот свитер 8 марта. Такой у меня праздничный свитер. Вот сколько я уже провязала. Вяжется он очень просто, быстро. Вяжу на 4,5 спицах. Можно было пятерку спокойно брать. То есть пряжа после стирки распушается. Хотела показать образец, не взяла его с собой. Такие вот у меня продвижения. В принципе, больше на спицах у меня ничего нет. Вяжу вот запоем, так сказать. Вот этот свитер нравится мне. Было у меня в задумках начать вязать себе бактус. Хотела из закромов, из своих достать пряжу. Сейчас покажу вам. Лежит у меня давно уже, год, наверное, 4. Вот такая пряжа. Уже вся этикетка помялась. Пряжа называется Орликина от Color City. Здесь состав 50% искусственного шелка, 35% вискозы и 15% новзеландская шерсть. Такая пушистенькая пряжа. Не знаю, будет видно, не будет. Такая немножечко поблескивает. Покупала я ее, когда еще толком в пряже не разбиралась. Просто понравился цвет, я ее взяла. Начинала вязать какую-то кофту, я уже не помню. Но мне не нравилось, как ложится пряжа. Я ее распустила. Вот, и с тех пор у меня вот 400 грамм этой пряжи лежит. Вот, думаю я, что у меня лежит пряжа, надо что-нибудь с нее связать. В общем, достала я ее и начала вязать образцы на разных нитках, на разных спицах. Вот, смотрите, в лицевой глади ложится она прекрасно. Мне очень понравилось. То есть, на разных спицах я вязала. Здесь, по-моему, спицы от тройки до четверки на вот этом вот образце. Посмотрите, очень даже неплохо ложится. Но бактус я хотела вязать какими-то узорами. Просто лицевую гладью не хотелось мне вязать. И начала я, значит, пробовать узоры. Уже нарисовала в блокноте, какие бы узоры я хотела сочетать в бактусе. Начала их отвязывать. И вот, смотрите, вот такой теневой узор. Его практически не видно. То есть, в узоре, как ложится эта нитка, мне вообще не понравилось. Вязала я уже на вот этих спицах 3,25. Вот, смотрите, вообще не видно, что это теневой какой-то узор. То есть, теневые узоры мне на этой пряжи не понравились. Дальше решила попробовать вязать дырочки. Так вот они смотрятся. Здесь я провязывала изнаночные, но вот с этой стороны больше мне понравилось. Тут лицевые ряды. Ну ладно, дырочки. Мне понравилось, как смотрится. Дальше. Платочная вязка здесь вот. Здесь вот у меня узор, которым я вязала дочке и младшей шапку. Он тоже очень простой. Звездочки он, по-моему, называется. Тоже, в принципе, неплохо смотрится. Здесь узор из снятых петель. Как-то не особо мне понравилось, как ложится в этой пряже. В общем, не знаю. Хочется мне бактус начать. Подходящей пряжи у меня больше нет. Покупать у нас я здесь посмотрела по магазину, чтобы мне ничего не понравилось. В другой город мы с мужем пока что в ближайшее время не планируем ехать. Но, может быть, через неделю поедем. Может быть, там что-то подходящее найду. Не знаю. Еще хотела попробовать связать образец в две нити. Но, не знаю. Будет, может быть, очень плотно. Здесь метраж. Так. 320 метров на 100 грамм. Хотелось мне такой легкий небольшой бак тут связать. В общем, лежит у меня вот этот вот образец. Вот этот вот красивый узор мне нравится. Сейчас вот даже на камере как смотрится. Теневого, вот видите, вообще не видно. Напишите, если сталкивались, вязались с такой пряжей, на каких спицах и каким узором вы вязали, как она ведет эта пряжа себя потом в изделии. Вот. Пока что думаю я. Ну, наверное, все. Больше мне вам на данный момент показать нечего. Сейчас пойду, пока дочка спит, повяжу, наверное, авантюру. И, может быть, попробую связать образец еще в две нитки. Как она будет ложиться. Ну, вот лицевая гладь очень мне нравится. Даже вот до стирки посмотрите, как ровно легла нитка. Но лицевой гладью не хочется мне полностью вязать бактус. Может быть, не стоит вообще из-за этой нитки пока что ничего вязать. Ставьте ее какой-нибудь джемпирог связать лицевой гладью. В общем, не знаю. Буду думать. Прощаюсь с вами до следующего включения. У нас уже четверг. Вчера не снимала, потому что особо показывать было нечего. Вязала, продолжала свою авантюру и переживала, что мне не хватит пряжи. В общем, покажу сейчас, как я по ней продвинулась. Довязала я тело. Закрыла. И перешла на рукава. Буквально только что закрыла первый рукав. Осталось мне связать еще один рукавчик. И все. Свитер будет готов. Очень надеюсь, что пряжи мне все-таки хватит. Посмотрела я в интернет-магазине, где заказывала эту пряжу. Она еще в наличии имеется. Если что, можно будет заказать. Но заказывать каких-то 30 грамм, конечно, не очень хочется. Потому что больше уйдет денег на доставку. Придется что-нибудь еще заказывать. Но это чревато последствиями. Так, сейчас покажу вам, сколько у меня осталось пряжи. Таких вот два небольших моточка. Здесь 48-50 грамм. Где-то так примерно. Взвешиваю весы. Каждый раз по-разному показываю. То 48, то 50. Вот на этот рукав. До того момента, когда я начала вывязывать рукав. У меня было 96 грамм. Как я считаю то, что половину я вывязала. И вот половину у меня осталось. Но если мне не хватит пряжи, я вот нашла образец. Кстати, вот смотрите, как смотрится пряжа после влажно-тепловой обработки. Очень красиво раскрывается. Появляется такой пушочек. Распущу образец, если вдруг не хватит. Вот. Также был у меня вариант, если пряжи будет много не хватать, немножко распустить горло, обрезать, поднять петли, закрыть. А вот эту вот часть, допустим, распустить и довязать рукава. Ну, надеюсь, то, что это мне придется делать. И то, что пряжи мне хватит. Надеюсь, то, что сегодня, завтра уже закончу вязать авантюру. И думаю, чем буду заниматься дальше. А дальше планирую заняться вот чем. Тут у меня лежат такие два моточка. Давно еще, наверное, по осени покупала вот такую вот пряжу. Не буду ломать язык, читать, как она правильно называется. В общем, Ангор Робит, по-моему, называется. Здесь 70% пух ангорского кролика и 30% нейлона. 41 цвет, спица 3,5. 50 грамм, 350 метров. Хотела вязать еще к зиме себе шапку, чтобы носить ее под шубу. Ну, что-то, не знаю, не сложилось. В общем, не связала. Но хочу себе такую шапку. Вот, хочу начать вязать из этого моточка себе шапочку. Вдве нити буду вязать из одного мотка. Ну, наверное, на спицах 3. Я так думаю. Буду вязать простую обычную бини. Буду вывязывать и вверх, пока не кончится пряжа. Получится отворотом. Значит, будет отворотом. Нет, значит, нет. Закрывать планирую поделить на 4 клин. Ну, в общем, обычной бини. Ничего особенного. Вот. И есть у меня еще вот такая пряжа. Орнаги Мерин. Мерин и кинт. Здесь. Так. 125 метров на 50 грамм. Спица 4, 4,5. Я бы на тройке, наверное, их вязала. В общем, покупала уже давно тоже эту пряжу. Даже уже не вспомню. Наверное, уже год она у меня лежит. Три моточка. Покупала ее, в общем-то, не для чего. Просто делала заказ и положила в корзину. Просто хотелось попробовать мне пряжу. Из такой же пряжи я вязала младшей дочке шапку. Ну, там метраж был немного другой. Там был 145 метров, по-моему, на 50 грамм. Там медиум еще дописано. Мерин и кинт медиум. Вот. Пряжа мне понравилась. В вязке и как носится. Стирается хорошо. В общем, хочу связать из этой пряжи шапку на весну. Либо себе, либо дочке. А может быть и себе, и дочке. Так как три мотка, я думаю, должно хватить. Хочу связать такую шапку. Давно еще в интернете увидела. Наверное, еще летом. Она как обычная бини. Резинкой 2х2. А потом ему где-то провязывается сантиметров 7. Потом делается такое, как переплетение. И резинка 2х2 превращается в резинку 4х4, по-моему. В общем, вяжется она просто. Хочу такую шапку. Думаю, может быть, снять мастер-класс по такой шапке. Сейчас уже все готовятся к весне. Думаю, будет актуально. Напишите, если будет ли вам интересно мастер-класс по такой шапке. В общем, сейчас хотела связать образец вот из этой пряжи. Постирать. И посмотреть, как она ляжет в резинку. Подобрать спицы. Вот из этой пряжи образец связать не буду, так как ее здесь мало. В принципе, один моточек. Сейчас, наверное, на глаз наберу. 88-90 петель где-то так. Нет, не 90. 92, чтобы на 4 делилось. Вот, и буду вязать. Примеряем. Ну, и, естественно, довязывать авантюру. Побыстрее довязать. Очень быстро она у меня вяжется. И пряжа приятная. В общем, все в ней сошлось. Очень нравится, как она сидит. Примеряла уже. Хотелось в ней чуть-чуть подлиннее связать ее, чтобы она была как туничка. Но, так как пряжи был, так скажем, впритык, я боялась, что на рукава мне не хватит. Поэтому связала такой, какая она вот сейчас у меня получилась. Обязательно, когда движу, покажу вам ее на себе. Ну, надеюсь, то, что после стирки она немножко подвытянется. Хотя образец не изменился после стирки, но образец он маленький. А здесь свитер все-таки большой. На тушку ушло 300 грамм. Даже 300 с небольшим. Вот. И подвесом, я думаю, что она немножко подвытянется. Вот. Ну, наверное, сегодняшнее включение буду заканчивать. Завтра обязательно подключусь. Покажу вам, что у меня связалось за неделю. Вот. Чтобы подвести итоги. А у нас уже пятница. Подключилась подвести итоги этой недели. В кадре вы сейчас видите законченный практически только что свитер авантюру. Довязала второй рукав. Еще даже вот кончики не спрятала, пока на улице не потемнело. Подключилась показать. Сегодня такой день хмурый. Чтобы освещение было более-менее хорошее. В общем, довязала авантюру. Сейчас кончики спрячу и отправлю его стирать. Очень довольна я этим свитером. Нравится мне, как он сидит. Когда постираю, обязательно покажу вам его на себе. Ушло у меня на него практически полные 400 грамм. Вот осталось такой вот моточек. Здесь 2 грамма. И вот образец тоже здесь где-то 2 грамма. Вот от 400 грамм осталось 4 грамма. Скажу честно, первый раз у меня такое, чтобы вот столько пряжи у меня оставалось. Стараюсь всегда брать с запасом, чтобы не волноваться вязать. Здесь я, конечно, попереживала, что пряжи не хватит. Но все закончилось успешно. И теперь у меня есть такой замечательный свитер. Сейчас торопилась, на радость их бежала показать вам авантюру. Не взяла с собой образец из мериноса. Вчера связала он у меня высох уже. На следующей неделе, наверное, начну вязать шапку. Вот еще раздумываю насчет мастер-класса. Напишите, стоит ли снимать. Либо не надо. И вчера начала вязать шапку из ангор. Показывала вам. Там буквально 2-3 ряда провязала. Сейчас вот отправлю в стирку вот этот свитер. И продолжу вязать шапочку. Может быть за выходные она у меня свяжется. Вот. Также показывала вам в первом включении пряжу от Color City. Орликина. Хотела вязать из нее бактус. Но от этой идеи я отказалась. Все-таки хочется мне связать такую носибельную вещь. Вот. А из Орликина полотно мне не очень нравится. Узор. Точнее, как лежит на этом полотне. Вот. Связать просто так, чтобы было, тоже не хочется. Поэтому решила отложить я эту пряжу. Свяжу из нее, может быть, какой-нибудь джемпер лицевой гладью. Или еще что-нибудь придет мне на голову. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете. А на бактус я решила купить пряжу Гернард Флауэрс. Либо еще аналог есть. Забыла, как называется. Итальянская, по-моему, пряжа. По итальянской технологии делается в Турции. Поеду с мужем на следующей неделе, надеюсь, в другой город. Там, я посмотрела, продается такая пряжа. Хочу купить моток и связать из нее какой-нибудь красивый бактус. Также, думаю, снять мастер-класс по бактусу. Если будет это актуально, напишите в комментариях. Хотели бы вы видеть мастер-класс по бактусу на моем канале. Было бы это вам интересно. Это, наверное, все, что я хотела вам рассказать и показать. Так прошла моя вязальная неделя. Спасибо, что провели ее со мной. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Желаю вам хороших, продуктивных выходных. Ровных вам петелек. До скорых встреч. Пока-пока.